Николай, ты сейчас находишься в Краматорске, но буквально вчера был еще в Лисичанске. Лисичанск и Северодонецк, как я уже до этого сказала, это горячие точки сейчас в Украине. Расскажи о ситуации в Лисичанске, пожалуйста. Добрый вечер. Я сейчас нахожусь в Краматорске, в самом центре города. Это столица подконтрольной правительства Украины, части Донецкой области. Этот город постоянно обстреливается. Также здесь очень часто слышны сирены воздушной тревоги. Но побывав в Лисичанске, можно сказать, что Краматорск по сравнению с Лисичанском и Северодонецком, это абсолютно мирный город. Тут чувствуешь себя в гораздо большей безопасности. В Лисичанске же мы провели один день вчера, и за все это время мы не слышали ни разу воздушной тревоги. И в принципе, в ней нет никакой необходимости, поскольку город постоянно обстреливается артиллерией войск России. И взрывы слышны буквально каждую минуту. И нет в городе, не осталось ни одного района, который был бы безопасным. Огромное количество поврежденных домов. Как правило, это гражданская инфраструктура, которая ничего общего не имеет с военными. Это многоэтажки, многоквартирные дома. В городе на улицах не видно ни души почти, но если зайти во дворы, можно увидеть, как возле подъездов сидят люди, которые вышли подышать свежим воздухом. Потому что большую часть времени, абсолютно большую часть своего времени они проводят в подвалах. Они там фактически живут, ночуют. По большей части это пожилые люди, которые не уехали, не захотели эвакуироваться из этих городов. Ну и есть также и семьи с маленькими детьми. Николай, скажи, а есть ли информация, сколько вообще остается людей в Лисичанске? Мирных жителей я имею в виду. По оценкам местных властей Луганской области, а также волонтеров, с которыми нам удалось пообщаться, в городе Лисичанск находится около 20 тысяч мирных жителей. В городе Северодонец, который граничит непосредственно с Лисичанском, находится около 15 тысяч мирных жителей. Но это оценки очень приблизительные, поскольку посчитать, сколько мирных жителей находится в этих городах, просто невозможно. В городе полностью отсутствует мобильная связь, нет абсолютно никаких каналов коммуникации. И ходить по квартирам или же по подвалам этих довольно больших городов, то есть в Лисичанске до начала вторжения России проживали около 100 тысяч человек, и в Северодонецке тоже просто не представляется возможным. И поскольку это очень опасно, вообще передвижение по улицам этих городов является крайне опасным. Поэтому местные жители, они проводят большую часть своего времени в подвалах, в укрытиях. Коль, ну мы вот, и ты сам сказал до этого, что в основном остаются старые, больные люди или те, кто не хочет уезжать, эвакуироваться. Но ситуация эта становится все более опасной и опасной, как я понимаю. Почему не эвакуируют людей, почему не объясняют, что это крайне опасно для них же самих? Людей эвакуируют, и действительно людям объясняли уже много недель, что давайте уезжайте из этих городов, потому что в какой-то момент это станет попросту невозможным, то есть эвакуация станет невозможным. Большую часть людей действительно эвакуировали при помощи местных властей, либо же они выехали собственными силами, сами. Как я уже сказал, в Северодонецке проживало около 100 тысяч человек, в Лисичанске тоже примерно столько же. Осталось в Лисичанске 20 тысяч, в Северодонецке 15 тысяч. Всегда в любом городе, несмотря на крайнюю опасность, на смертельную опасность, остается определенный процент людей, которые по тем или иным причинам не хотят покидать эти города. Мотивы у них могут быть абсолютно разными. Некоторые считают, это наш дом, у нас ничего нет за пределами этого города, и нас никто не ждет. Нам просто не хватит денег на то, чтобы жить. Некоторые относятся относительно легкомысленно к такой опасности, и поэтому остаются. Некоторые остаются из патриотических побуждений. Вот в принципе в любом городе, и в Мариуполе в том числе, когда ситуация была крайне тяжелая, там тоже же остались люди. Точно так же и в Северодонецке, и в Лисичанске. И в какой-то момент эвакуация этих людей станет попросту невозможной. И есть еще один фактор, который добавился в последнее время. Дорога из городов, из Северодонецка особенно, а также из Лисичанска, является сама по себе крайне опасной. Есть вероятность, что машина эвакуационная, либо же личный транспорт, на котором тоже можно выехать, попадет под обстрел. Дорога простреливается артиллерией и является сама по себе крайне опасной. Николай, ну вот ты как раз сказал и про дорогу, и про то, что это в принципе единственная возможность, как соединение с Лисичанском и Северодонецком. Скажи, а как вообще эти города снабжаются? Есть ли возможность снабжать тех людей, которые, несмотря на опасность, остаются в населенных пунктах? Снабжение – это огромная проблема для Лисичанской, для Северодонецка. Ситуация гуманитарная в этих городах, она близка к катастрофической. Поставки, естественно, затруднены. Если затруднена эвакуация людей, то и поставлять продукты питания практически становится все более и более сложным. Сложно найти водителей, которые на это согласятся. Просто дорога, которая ведет, трасса, которая ведет из Донецкой области, по которой можно проехать и провести продукты, либо же воду даже в эти города, она обстреливается. И там постоянно разрывы. Когда по ней едешь, слева-справа прилетают мины. И не каждый водитель согласится, в принципе, это героические люди, которые ездят туда, эти волонтеры, которые привозят туда еду. Потому что купить еду в Лисичанске, в принципе, можно было бы, потому что в некоторых магазинах даже еще есть какой-то товар. Но у людей нет возможности расплатиться карточками. А у многих в Украине деньги просто были всегда только на карточке. А снять наличные деньги, обналичить их просто невозможно, потому что в городе отсутствует свет, и в городе отсутствует мобильная связь, и отсутствует интернет. Также в городе нет воды, нет электроэнергии. Люди сидят в подвалах в полной темноте, без какой-либо связи с внешним миром. Что касается воды, это вообще огромная проблема. Тем более сейчас, когда становится погода более летней, в руки раз в два или даже в три дня один человек может получить около 10 литров питьевой воды. Есть вода, конечно, техническая, но не каждый готов ее пить. И ситуация, она будет становиться только хуже. То есть поставка продовольствия, гуманитарной помощи, она с каждым днем становится все более сложной. Николай, ну вот ты говоришь о том, что обстановка становится все более сложной. А не могут ли Северодонецк и Лисичанск повторить судьбу Мариуполя? По моим оценкам, изоляция Лисичанска и особенно Северодонецка возможна. Потому что, как я уже сказал, есть одна дорога, трасса, которая ведет туда и по которой можно относительно быстро было проехать в эти города и привезти что-то или вывезти оттуда людей. И эту дорогу стремятся взять под свой контроль российские войска. Как я уже говорил, она постоянно обстреливается. И еще один немаловажный момент. Эта дорога вся просто усыпана осколками от артиллерийских снарядов. И машина просто теряет колеса по дороге. То есть ехать в такую дорогу без двух-трех запасных колес, это самоубийственно. И если случится так, что этой дорогой нельзя будет больше пользоваться, фактически эти города окажутся в полнейшей изоляции. Не будет возможности поставлять воду, не будет возможности поставлять продукты питания, не будет возможным вывозить оттуда людей, эвакуировать тех, кто хочет. Тут, кстати, эвакуация до сих пор происходит. Людям предлагают такую возможность. Вчера эвакуировали около 40 человек. Это те, кто изъявил желание сейчас покинуть эти места. Их везут на специальной бронированной машине. То есть, по сути, это грузовик, фура, которую обшили броней. И даже эта машина, эвакуационная, она периодически попадает под обстрелы. Коль, ну вот сейчас мы с тобой разговариваем. У тебя щебечат птицы. Такая идиллическая картина, как раз-таки с чего ты начинал, собственно, свой рассказ. И с трудом верится, что буквально еще пару минут назад мы не могли с тобой включиться, как мы это планировали. Потому что выли сирены и была тревога воздушной обороны. Коль, ты сейчас находишься в Краматорске. Я просто напомню сейчас нашим зрителям. Еще вчера был в Лисичанске, о котором мы сейчас и ведем речь. Ты говоришь об одной дороге. И я так понимаю, что именно этой дорогой и наша съемочная группа вместе с тобой воспользовалась. Каким был ваш путь вообще? Ну, мы нашли другой путь. Как правило, такие пути всегда есть. Особенно, если знать, ориентироваться на местности. Это была грунтовая дорога. То есть, часть этой дороги, по которой мы ехали, это была грунтовка. Поскольку не было несколько дней дождей, по ней можно было проехать. Она тоже простреливается, часть ее. Но она гораздо более безопасная, чем вот эта вот трасса, по которой можно было бы приехать гораздо быстрее. Естественно, не каждая машина проедет по такой дороге. И естественно, что это до первых дождей. Как только пойдут дожди и по этой дороге проедет несколько танков, проехать на обычной машине или даже на внедорожнике будет или очень сложно, или невозможно. Кроме того, нет никакой гарантии, что эта дорога тоже не станет в отношении обстрелов такой же опасной, как и основная.